МОЛОЧНОЕ СТАДО Ну, вот моё молочное стадо за электроизгородью. Сейчас, кстати, покажу, что за белорусский аппаратик недорогой. Да-да-да. Который стоит 15-20 тысяч. Его хватает, насколько я помню, по-моему, на 5 километров в полу, если не больше. Ну, конечно, все приспособления, вот эти ручки, чтобы отодвигать на пружинах, это всё импортное. Потому что у нас это ничего не делается. И проволока есть более удачная. Тоненькая проволока на тряпочных верёвочках белых-красных. Видно всё это. Таше эту проволоку не видно. Проволоку не видно, да, совсем. А верёвочку видно. Вот сейчас не купил ещё. Ехать надо всё это, заказывать. Вот такой маленький аппаратик. Вот, совсем убогенький, просто, ну, никакой. И вот он замечательно работает. Вот кнопочку выключаем. Открываем. И заходим. То есть сейчас отключено? Да, сейчас отключено. Здесь вот такие ручки на пружинках. Вот. Всё, мы их положили. И заходим. Так, а здесь просто вот такие крючочки, за которые она цепляется. Да, цепляется. Всё это продаётся. Продаются и колушки. Специальные палочки. Но они очень дорого стоят. Это неприлично дорого стоят. Неприлично дорого. Чтобы вот огородить такое поле, это, наверное, тысяч на тридцать надо. И не факт, что их ещё и запрутить. Да. Под помидоры. Такие хорошие колушки. Они, помидоры, говорят, лучше всего делать самим. Нарезать колышков либо из ветлы, либо берёза молодня где-то в полях. Много всего растёт. Потому что покупать колушки – это слишком накладно. Проволока тоже стальная, более дешёвая, чем специальная проволока. Есть такая переплетена нить. Вот как упаковочная. Там коробки упаковывают, завязывают. Она белая с красным. Её, конечно, видно, удобно. Вот. Она более прочная, чем стальная проволока. Но это более дешёвая. Потому что всё-таки у фермеров накладно с финансовой частью. У всех, я думаю. Ну, да. Вот. Ну, здесь тоже можно что-то придумать самим из ручек, чтобы это не получилось. То есть, а это всё, как бы, это промышленное? Это промышленное, да. Это польское. Вот эти вещи. И как она отцепляется? О! Она с крючочком, да. Ну, здесь уже сломанная. А вот изначально, сейчас я покажу. Вот. Изначально вот такие крючочки на ручке сделаны. Понятно. Ну, вот. Вот оно цепляется. Всё. И включается уже сам аппаратик. То есть, он закрыт от дождя вот так вот крышкой? Вот крышечкой закрыт. Вот солнечная батарея. Вот. Всё. Мы его... А, ну да. Мы ещё не сказали, что он от солнечной батареи работает. Всё. Он включен. А батарея вот под крышкой вот этого чёрная получается. А батарейки вот здесь? Да. Вот это вот батарея. Три ещё обычные батарейки. Обычные. Это на тот случай, если ночью. Угу. Потому что её же используют не только для коров. Это ещё и сетка. Пасеку огораживают от медведей. Ну, 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 ну. Это птичники делают. Сетка специальная для птиц. Электроизгородь. А для птиц зачем? То есть, в смысле, по низу? А птицы, вуси, утки, индейки. А, понятно. Для большой птицы. Для большой птицы. Для кур также можно сетку делать электроизгородь. Выпасную. Так что всё это, всё приспособлено, но всё действует. Так, а где сама-то батарея солнечная? Вот она, сверху. Вот она. То есть, вот она? Да, здесь солнечная батарейка. То есть, она не только от солнца, да? Она и сквозь тучи там питается. Да, да. Даже в пасмарную погоду она подпитывает себя. Угу. Супер. Так что вот так. Порт actively Migische грибы. Супер. Угу. Угу. Теперь мы думаем, что сп природа пов RDSA3well. Порду prерает предметов. Всё. Б asset-про gwent-про. В Irisске, как я喜 verloren. Угу. Выok corridится сп password. В notions рад assай вперед. Потому что топيدsatı неёт. Продолжение следует...